наиболее значимое искусство для россиян кино важный фактор формирования национального сознания стала оружием наряду с танками бомбами и ракетами альтернативная история откровенные фейки и манипуляции я историк слова украина начала употребляться впервые в девятнадцатом веке а страной вообще стало благодаря владимиру ильичу ленину прославление военных преступников что попадем в ад но в аду мы будем героизация тех кто поехал убивать ради досрочного освобождения всем воевать надо бог у всех один война и тотальные расходы государственного бюджета на кинопропаганду фильм он он выглядит ужасно это был обычный распил денег семейством киосаян и симоньян как кремлевский режим превратил искусство в оружие почему даже российский зритель игнорирует отечественное кино и какую главную цель преследует современный российский кинематограф смотрите в специальном репортаже кино и россияне искусство на службе режима перекручивание исторических фактов затертые клише манипуляции и откровенное вранье кинематограф в россии всегда был инструментом пропаганды и влияния после аннексии крыма и захвата территорий донецкой и луганской областей кремль начал оправдывать свои преступления с помощью все той же киноиндустрии а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году российский прокат и эфир заполнила художественная реальность создаваемая приспешниками режима режиссерами продюсерами и актерами которые используют искусство как информационное оружие гуча ирпень так выглядела киевская область после отхода российских захватчиков в марте 2022 года одурманенная мифом о взятии киева за три дня на подступах к столице украины армия оккупантов совершила множество преступлений в буче войска рф убили по меньшей мере 1400 украинцев в ирпенье правоохранители обнаружили тела 269 мирных граждан и это всего за три недели оккупации после того как миру открылась правда об ужасающих военных преступлениях оккупантов российская власть всеми способами стала защищать свою армию к примеру сергей лавров глава мида террористического государства несмотря на фото и видеодоказательства массовые убийства мирных в киевской области назвал инсценировкой и фейковой атакой сказали вот это вот русские соответственно значит когда здесь были они вот совершили такое преступление я повторю это было через два дня после того как мы оттуда ушли чтобы усилить нарратив они причастности к бойне помимо пропагандистских шоу вход пустили кинематограф паска вопросам и до украины 17 августа 2023 года в прокат выходит пропагандистский фильм свидетель бывшего художника постановщика а ныне режиссера давида дадунашвили в киноленте иностранец бельгийский скрипач приехавший дать концерт в киеве якобы становится очевидцем полномасштабного вторжения русские напали ничего серьезного события будто бы происходит в киеве и вымышленном поселке семидвери прототипе бучи нападение россии показано на контрасте с массовыми беспорядками в киеве после раздачи оружия добровольцам а также мародерством и нападениями которых в реальности никогда не было глазами якобы иностранца который оказался в киеве останавливаются грузовики в киеве в центре города и просто с грузовиков всем раздается оружие и люди забирают это оружие начинают стрелять в небо естественно сразу же много не навоюют с калашами против москальских ракет ни одного разбойного нападения или грабежа показанного в фильме украинские правоохранители не зафиксировали иди их в подвал раз командир приказал потом берешь богалюка и дуешь до торгового центра ты знаешь сколько там микроволновка телевизор на пол зала стиралка еще штук 5 стиралка нужно ну хер ну а то что нафантазировали в свидетели творили как раз российские солдаты везде куда ступала их нога 24 февраля 2022 года украинцы проснувшись от ракетных ударов бросились эвакуировать своих родных а те кто остался давали отпор врагу но в свидетели своя российская правда о том что в киевской области бесчинствовали азовцы именно к ним в плен попадает главный герой от своего за раз хотели в бите да я верещал мистер кой ну надо же живой практически невредимый за отвагу и профессионализм на поле боя бригада нацгвардии украины азов стала для украинцев и всего мира символом несокрушимости украинского духа а для россиян подогретых искусной пропагандой олицетворением зла азов преимущественно тогда был в мариуполе здесь работали совсем другие бригады и этот нарратив об азове работает с 2014 года а здесь он достигает апогея как свидетель он видит что они совершают какие-то непоправимые безнаказанные действия полковник который из азова и у него на фоне портрет гитлера из меди какой-то такой тоже вот интересный на фоне портрета гитлера ему рассказывает о том что украинцы не нацисты демонизация украинских военных одна из целей этого фильма в пафосном обращении якобы командира украинского подразделения к собратьям авторы сценария намешали идеи ислама и нацизма александр дьяченко который с таким рвением воплощает образ права радикала раньше часто снимался в украинских фильмах где противостояли русне которая хочет аллах их знает что они хотят в нации сопротивляемость нации зависит от степени единства рас основанной на чистоте крови а дальше еще абсурднее главного героя еврея по национальности заставляют играть неофициальный гимн люфтваффе под видеоряд с факельными шествиями игровое кино и игровое заменяет документальное свидетель становится еще более убедительным ведь он иностранец мы не доверяем американцам но вот бельгия страна которая хоть и поддерживает украину однако находится для россиян на какой-то периферии это еще и человек искусства а значит у него интеллект намного выше соответственно из этого строится диалог между россиянами и фильмом но как мы можем не поверить человеку который стал свидетелем таких ужасных событий использовать образы свидетелей особенно иностранцев чтобы тем открылись глаза на происходящее и сбитый прием российской пропаганды он отработан на всех войнах развязанных или подогреваемых кремлем все по одним и тем же лекалам меняются лишь места и персонажи художественные фильмы которые снимались в контексте российско-грузинской войны это олимпус эмферма например или в августе восьмого все те же тропы все те же персонажи они появляются позже уже в русском характере военном корреспонденте и других русских пропагандистских фильмах обязательно есть какой-то русский военный офицер который или простой парень солдат который спасает всю ситуацию обязательно есть какой-то иностранец который окружен западной пропагандой и он увидел правду правду конечно же в русской пропагандистской оптики в российском кинематографе украинцам всегда отводилась роль простаков необразованных крестьян или бандитов а с 2014 года после революции достоинства когда украинский народ выбрал европейский вектор развития страны началась демонизация его активистов а затем уже добровольцев и солдат которые стали на защиту родины свою очередь российских военных преступников подобное кино прославляет как и заключенных которых заставили подписывать контракты с министерством обороны позывной пассажир 2024 года одно из последних творений кинопропаганды рассказывает о войне в донбассе в 2015 году питерский писатель приезжает в поисках брата пропавшего без вести и сам становится участником боевых действий с позывным пассажир российский нарратив о сыновьях и матерях что надо братика спасти америка разобралась с этим судя по картине спасти рядового райана их кино показывает что каждая человеческая жизнь имеет ценность в россии ценность имеет только этот брат в позывном пассажире и эту ценность лелеет только один человек который бежит на фронт и как бежите на фронт фильм снят по роману поддерживающего войну против украины писателя александра проханова со стандартным набором штампов героические российские добровольцы пришли помочь местному населению в борьбе с бандеровцами не забыли и о притеснении русскоязычных мальчик обвешанные самодельной бронёй из портретов пушкина и гоголя просит хорошего русского командира взять его воевать и кальчужку себе справка взять я говорю знаю все культивировалась в советское время этот образ героизма образ солдата и ребенка это рабочий образ это рабочий архетип и пропаганда их использует для своих муж при этом солдат вооруженных сил украины пропагандистский фильм наделяет нечеловеческой жестокостью вот якобы украинский танкист расстреливает ребенка который выбежал с красным знаменем в руках а вот украинский летчик который будто бы бомбил мирных жителей донбасса его задерживает уголовник в исполнении актера похожего на основателя частной военной компании бившийся за бахмот евгения пригожина всем воевать надо бог у всех один война я люблю войну война меня из тюрьмы увела так фильм выполнил еще одну задачу по отбеливанию и героизации наемников вагнера тогда когда режиму это еще было необходимо после жестоких казней сослуживцев пыток и военных преступлений в украине вышел на экраны солнцепёк а также его продолжение лучшее в аду обе киноленты лично спонсировал повар путина примечательно что сценарист обоих фильмов алексей нагин погиб при защите интересов россии то есть был не только пропагандистом но и оккупантом мы знаем что попадем в ад но в аду мы будем картину сняли в разрушенной российской армии попасной вот только сказать кто был оккупантом а кто защищал свою землю автором фильма смелости не хватило поэтому и воюют в нем какие-то белые то есть россияне и желтые украинцы предсказуемо для белых написаны лучшие батальные сцены чтобы подчеркнуть миф о несокрушимости второй армии мира но дело не только в поддержании легенд и одурманивание людей здесь еще и шкурный интерес в 2024 министерство культуры рф выделила 9 и 4 миллиарда рублей на кино в 2025 сумма может быть увеличена до более чем 233 миллиардов а с учетом последующих лет превысить 575 миллиардов рублей это как бюджет республики ингушетия на 34 года она в россии самая бедная согласно статистике не снимали бы низкопробные киноагидки перекрыли бы российскую глубинку вдоль и поперек новыми дорогами построили или отремонтировали бы школы детсады и больницы но режиму выгоднее создавать искаженную реальность и насаждать ее массам например свидетель обошелся госказне в 200 миллионов рублей при этом за четыре месяца проката не собрал и 15 посылной пассажир при бюджете в более чем триста пятьдесят и один миллион рублей получил едва ли треть почти сто тридцать два миллиона о чем это говорит просто провалились прокате и их сняли никому неизвестные режиссеры не пойдут это смотреть те у кого мозги совсем промытые кто хочет про это вообще смотреть смотрят это в телевизоре но абсолютно большинство зрителей в кино ходит отвлечься от реальности они возбудить в себе ненависть к соседям селев соловьев они в санкционных списках за свою деятельность как пропагандисты и поэтому большие режиссеры не берутся за это берутся какие-то ноу-наймы которые имеют возможность во первых снять фильм других условиях их бы они бы не снили ничего крым алексея пиманова один из немногих пропагандистских фильмов который почти окупился кассовые сборы немного не дотянули до потраченных 400 миллионов а посмотрел агитку лишь один процент населения 140 миллионной россии очень много было вложено и бюджета чтобы его раскрутить плюс это 2017 год большая была шумиха его очень долго показывали российских кинотеатрах специально искусственным образом накручивали рейтинг этого фильма сам кинопоиск об этом писал взломали и накрутили рейтинг этого фильма чтобы показать что он успешно по сюжету журналистка из киева аленка влюбляется в крымчанина сашку она участница евромайдана он сторонник россии и любитель советского прошлого а это самое надежное средство передвижения в крыму прошу аккуратнее самое надежное сделано в ссср как я это драматическая love story о главных героев которые из крыма и из киева встречается во время а майдана ну и собственно путинская идеология путинская кинематография продвигает истории которые присущие россии так вот здесь очень интересно и очень важно отметить что этот фильм был профинансирован министерством обороны российской федерации что напрямую свидетельствует о том что кино это не просто искусство это инструмент это оружие министерство обороны россии но в первую очередь я думаю что мы снимали этот фильм с большим желанием помирить или каким-то образом повлиять на примирение двух раз как думать очень можно поменять если этот фильм на украине не будет показан украинцам тоже будет любопытно посмотреть посмотреть чтобы в очередной раз убедиться во вранье и подмене фактов фильм где украинский крым противопоставляется украинскому киеву где люди вышедшие на майдан предстают в образе оголтелых радикалов как в одном из эпизодов когда черкасские активисты остановили колонну из восьми автобусов с крымчанами которые возвращались с киевского антимайдана инцидент был раздут российской пропагандой настолько что стал одним из поводов для аннексии крыма как сказал в одном из интервью владимир путин действительно очень массово крутилась о том что вот ехали крымчане в автобусах что их остановили люди с евро майдана и вот фильме крым собственно это очень тоже показывается про то как просто обычные крымчане ехали с киева и что вот их поубивали и что там этот героин просто в шоке с того что он увидел после этого кейса естественно тоже пошли те же самые истории про то что в крым едут вагоны с украинцами которые будут убивать всех кто разговаривает на русском языке и самый основной нарратив который по сути послужил оправданием для проведения так званого так называемого референдума и оправданием для того чтобы аннексировать крым все это было вот гиперболизировано показано но даже российский зритель кинопродукт пиманова не оценил в случае крыма сошлись все звезды очевидным госзаказом соблазнился типичный режиссер угодник создатель телепередачи человек и закон алексей пиманов уже неоднократно терпевший фиаско на почве художественного кино мне кажется ребята просто хотели поднять бабла выбрали горяченькую тему которую уж точно проспонсирует государство и сняли ну а на итоговый результат всем было плевать подзаработать на так называемом патриотическом кинопродукте готовы не только режиссеры ноунеймы но и сидящие на приличных госзарплатах пропагандисты семейный подряд маргариты симоньян и тиграна киосаяна снял фильм крымский мост сделано с любовью продюсировал и режиссировал киосаян сценарий написала симоньян лишь смотри какие лейлы шоколад шоколад я люблю согласно порталу кинодата про бюджет фильма о любимой стройке путина составил 175 миллионов рублей затраты на раскрутку 125 миллионов по данным из открытых источников чита симоньян киосаян перевела на свои счета а также родственников 46 миллионов бюджетных денег самая большая в мире база данных фильмов ай мдб оценила ленту в одну целую одну десятую балла из 10 возможных отвратительная картина насквозь пропагандистская что неудивительно потому что маргарита симоньян и тигран киосаян принимавшие участие в ее создании они на самом деле телевизионщики на зарплатах и очень крупных этот фильм это тоже позор он в смысле прокат он абсолютно провалился то есть он не дотянул до каких-то слабейших голливудских комедий даже прокате люди не хотят такое за деньги смотреть я побывал как будто на стройке бама этот фильм имеет большую очень отсылку к советской пропаганде советская пропаганда периода сталина она очень фокусировалась на фильмах о стройках века история повторяется дважды первый раз как трагедия второй раз как комедия фильм он он выглядит ужасно бюджет этого фильма я уже не помню но он какой-то абсолютно сумасшедший обычный распил денег семейством киосаян и симоньян как романтические так и военные фильмы несут в себе еще одну опасность для оправдания тоталитарного режима и полномасштабного вторжения в украину в них переписывается история по выгодной кремлевскому режиму версии так в крымском мосту авторы исказили историческую правду о трагедии коренного населения депортированного сталинским режимом фильме герой крымский татарин преклонного возраста прославляет диктатора сталин бы их давно во всех стенки во как врагов народа расстрелял крымские татары были в результате депортации уничтожены приблизительно до 40 процентов населения по некоторым по разным оценкам это очень много то есть людей вывезли в степь поставили там зимой множество людей умерло множество людей умерло по дороге поэтому это геноцид то что россияне преклоняются перед сталинами российская власть это свидетельствует что это российская власть сама является людоедской что она точно также с удовольствием уничтожала бы миллионы сейчас как сталинская власть если бы могла тоже абсолютно нормальный принцип пропаганды использование частного примера как варианта общего мнения в пропагандистском кино это норма это так и должно быть как и в ополченочки 2019 года пропагандистском проекте киностудии луга фильм его сняли во временно оккупированном луганске одна из героинь слова в слово повторяет путинские нарративы о происхождении украины то ее создал то ленин владимир ильич когда создавал советский союз договор 22 года союзные 24 год конституции я историк и слова украина начала употребляться впервые в девятнадцатом веке а страной вообще стало благодаря владимиру ильичу ленину патьевская летопись берем за 1187 год сообщение и видим что там упоминается украина по отношению к переяславскому княжеству берем 1189 год украина употребляется по отношению к галецкому княжеству потом берем 1213 год летопись и опять смотрим украина употребляется по отношению к волынскому княжества украинцами в 17 столетии называли послов киевского братславского и черниговского воеводства во второй половине 18 этноним украинцы широко используется гетманами украины и казацкой старшиной войска запорожского а украину они называют своей отчизной столетиям позже топоним украина упоминается в поэме пушкина полтава и это если не глубоко копать люди просто не знают даже свою собственную классику и своего собственного пушки в начале 19 века задолго до ленина до австро-венгрии употреблял слово украина что украине державой стать уже пора россию в этом продукте пропаганды отождествляют с русью понятие киевская русь древняя русь как как научный термин появилась тоже в девятнадцатом веке а до этого была просто русь умалчивая о том что история московского княжества началась в тринадцатом столетии при иване грозном она стала русским царством а при петре первом российской империи московии не было еще во время киевской руси московское княжество появилась только в 1270-х годах уже после того как мангола татары разрушили киев появилась поэтому какая здесь преемственность осталось киевское княжество оно существовало до 1470 года как россия может быть преемником руси если кроме сворованного 18 веке название ничего нет за эти пропагандистские фильмы не имеют цели показать историческую правду не гонятся за высокохудожественными ценностями и глубокими смыслами режиссеры используют провластные нарративы чтобы угодить заработать и продвинуться по карьерной лестнице но кремлевский диктатор не ходит в кино на эти шедевры пропаганды его мало волнует уровень жизни большинства россиян но беспокоит их поддержка и именно такими свято верящими экрану режим хочет видеть своих граждан и скармливает им вранье назначает врагов внушает веру в правое дело хотя на самом деле сеет разруху проливает кровь и несет смерть ольга михалюк специальный репортаж улога михалюк специальный репортаж Продолжение следует...